В руках Кирилла Пахаря сегодня легко и мелодично звучит практически любой инструмент. Однако его первой и самой большой музыкальной любовью был и остается аккордеон. Глядя на то, как виртуозно его пальцы бегают по клавишам, сложно представить, что когда-то Кирилл испытывал большие сложности с этим инструментом. В первый контакт, когда меня привели в музыкальную школу, пальцы вообще не слушались. Напрягаешь на себя, чтобы каждый пальчик сделала какая-то примитивная мелодия, и так тяжело удавалось. И потом через 2-3 года, когда приходил уже, я был в третьем классе, ребята, которые приходили на этот же инструмент в первом, я так смотрел, думаю, о, это же я тоже так мучился за каждую ночь. И тем более, тогда еще был очень популярен по телевизору «Табачник». Мне очень нравилась эта мелодия, красиво, в общем, с аккордеоном. Я так подумал, я уже правую руку знаю, как играть, то есть это клавишный левый бас выучить, и в принципе, ну, еще, конечно, мех, движение на аккордеоне, и в принципе, можно уже играть. Так, незаметно для себя, в музыкальной школе он получил образование по классу аккордеона, фортепиано и ударных. А затем еще и на гитаре заиграл. Усердия Кирилла не остались незамеченными. Победителя всеукраинских и международных конкурсов пригласили работать в Китай. Некоторое время Кирилл играл в интернациональном коллективе в Гонконге. Мы играли с музыкантами, с филиппинцами, мексиканцами, с антиноамериканской музыкой. У них есть такое место, Ocean Park. Ну, что-то похоже на Диснейленда, но это парк возле океана, считается одним из самых лучших в мире, в десятку лучших ходят. Вот, и то есть мы там, у нас была определенная программа, и мы там с музыкантами играли целый день днем на улице. Очень жарко, солнце печет, в общем, вплоть до того, что если не намажешься кремом, ты будешь играть 20 минут и обгоришь. Поработав за границей, Кирилл понял, насколько у нас непрестижна профессия музыканта. Занятия этим делом скорее считаются хобби, нежели серьезной профессией. Я общался с многими другими людьми из других стран. У них музыканты – это довольно-таки очень хорошая профессия, очень высокооплачиваемая, престижная. Я считаю, что не ценится. У нас огромное количество талантливших музыкантов, профессионалов, и они не могут как бы пристроиться и уезжают в поисках лучшей жизни с таким огромным талантом в другие страны. Вот это обидно немножко. Сегодня на досуге он играет на духовой пианике и совсем уж экзотическом ударном инструменте – дарбуке. А еще принялся за освоение общепризнанно сложной скрипки. И все дается легко. На вопрос, что главное – талант или трудолюбие, Кирилл отвечает – интерес и желание быть лучшим. Видел, что там по телевизору интересно или там какой-то музыкальный проект интересный, думаешь, оп, а я так не могу, хочется попробовать. Взял какой-то инструмент, попробовал, начал его осваивать, ой, интересно. Уже так два инструмента, двумя инструментами владеешь. Пусть несовершенствует ним, но в любом случае ты что-то уже на него можешь сыграть в каком-то моменте, в каком-то там произведении, в какой-то песне. Ну вот я буквально недавно смотрел выступления зарубежных артистов. Ну и вот мне почему-то вот так захотелось вдруг научиться на губной гармошке. Она у меня давно лежала, я ее сейчас начал доставать уже, вот пробовать на ней играть. Ну, для меня это интересно, то есть классно, когда человек поет, потом бац, взял губную гармошечку и сыграл там какой-то крутой проигрыш, ну это интересно. А когда вот-вот я должен освоить, обязательно сесть, давай, Кирилл, заставь себя. Нет, это неинтересно. Ну, то есть такой не будет результата, нужно желание, нужен вот этот азарт, вот я хочу, хочу, хочу. А пока, продолжая стучать по клавишам и перебирать струны пахарь на музыкальной ниве, мечтают о том, как объединить любимое хобби с серьезной профессией менеджера. Музыкант – это одно, а менеджер – это другое, как бы, когда и человек подкован в двух областях, я считаю, ну это хорошо. То есть ты можешь не только решать там вопросы в музыке, там, какие-то организационные, но и вопросы там, то есть финансового плана, каких-то договоров, то есть выездов, ну то есть интересно, я считаю. Общался с многими людьми, те, которые связали свою жизнь с музыкой, некоторые об этом немного, как бы, жалеют, но говорят, вот, там, 30 лет в музыке, и так говорят с тяжестью, я не хочу, чтобы, сколько бы мне было лет, 40, 50, 60, я говорил об этом как-то с грустью, с тяжестью, что вот музыка в течение жизни мне надоела, и я не хочу, чтобы было так, не хочу, чтобы, как бы, музыка, понятно, это творчество, это высокое искусство ценится, но все мы люди, всем хочется жить красиво и хорошо, и поэтому хотелось бы, чтобы мое любимое хобби приносило мне, как можно больше, ну, денег эта группа сказала, чтобы я жил, скажем так, в достатке со своей семьей, и занимаюсь своим любимым делом, вот так. Пускай сегодня я никто, и пусть твердят тебе, что я не тот, но дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснёшь, пока я рядом.